Друзья мои, всем привет! Мы находимся на стенде компании Neja. Здесь представлен автомобиль Neja V, о котором вы уже знаете, мы делали обзор. Но пришли мы сюда не за этим, а пришли мы показать вам Neja U. Автомобиль с очень хорошими техническими данными и с богатым оснащением, но высокой ценой. Так вот, компания Neja в этом году выпустила Neja Pro и они уменьшили, понизили цену. Сейчас этот автомобиль можно купить за 100 000 юаней, там 99 копейками. Конечно же он урезанный, конечно же он не такой продвинутый и нашпигованный, как в топе. Но они убрали автопилот, они убрали круиз-контроль, убрали 360 градусов, убрали панорамную крышу и автомобиль стал доступным. Сейчас здесь представлена версия в максималке, это дорогая, это автомобиль за 160 000 юаней. Но, тем не менее, можно купить похожий автомобиль за доступные деньги. За эти деньги, 99 копейками, вы получаете автомобиль, который проезжает 400 километров на одном заряде. Батарейка у него 54 километра часов, но есть версия немножечко подороже за 130 000 юаней. В этой версии у вас уже будет 500 километров запаса хода, будет автопилот, круиз-контроль, удержание в полосе и различные прикольные фишки. Ребят, каким-то образом мы пропустили этот автомобиль и не сделали на него тест-драйв, обзор. Поэтому сейчас в рамках выставки мы вкратце вам немножечко расскажем про него. Главной особенностью являются вот такие прозрачные стойки, как называется. То есть это камеры, которые отображают, что происходит у вас за этой стойкой. Выглядит довольно интересно, но картинка как-то дерганая какая-то. Смотри, она дергается туда-сюда, туда-сюда, прыгает. Почему? Недоработанная или что? Здесь тоже, кстати, дергается она. Тем не менее, да, есть уже повышенный уровень безопасности в этом плане. Это у нас, наверное, любимый автомобиль Антона. Так она и есть. Есть у нас панорамная крыша. Есть люк. Так, открываем. Ребят, я понял, почему дергается эта картинка. Представляете, тут есть где-то датчик, который отслеживает расположение моей головы, моих глаз. И, соответственно, в зависимости от того, где находится моя голова, в ту сторону поворачивается картинка. А где эта камера? А, вот она, вот она. Вот здесь, вот встроенная камера, которая следит за положением моим. И то же самое происходит с правой стойкой. Максимальная комплектация в прошлом году стоила 180 тысяч юаней с запасом хода на 400 километров. Для 2020 года 400 это было, конечно, топ. Но, тем не менее, цена была очень высокая. 180 тысяч юаней. Сейчас же, пожалуйста, за 99 с копейками вы получаете автомобиль с тем же самым запасом 400 километров. Немножечко урезанный. Кому мало, можно взять максималку с запасом хода 600 километров. Симпатичное оснащение, ребят. Три монитора у нас, да. Вот, в принципе, автомобиль, я говорю, богатый своей начинкой. Все сделано в традициях 2020-2021 года. Все красиво. Интересная история. Через три месяца после выхода автомобиля Neja, после того, как компания Neja забрендировала свое лого, вышел мультик с персонажем, супергероем под именем Neja. Опять же тоже. И вот сейчас автомобильная компания Neja забрала себе часть прав и использует этих персонажей в своих рекламных целях. Neja это такой демон в теле мальчика. Вот конкретно красный, красный, да. И есть там еще какой-то белый демон. Запутанная история какая-то, но интересная. Ну и сейчас компания Neja по максимуму использует популярность этого мультика для продвижения себя в сети. И в стиле этого персонажа Neja, они делают такой дизайн. Злой. Демонский, да. Злой. Демонский, да. И давайте посмотрим теперь на вместительность салона. Проверим задний ряд. Интересная особенность. Я сел, кресло настроилось под мои настройки. Я вышел, открыл дверь, кресло опустилось. Предоставляем мне возможность комфортно выйти из автомобиля. И теперь я сажусь на задний ряд и кайфую. Место есть. Место есть нормальное. Место есть. И что у нас там? Багажник-то вообще есть или нет? Багажник 140 или 450. А мы сейчас проверим. О! Заглянем в багажник. Посмотри-то сколько тут места, а! Вот что значит неполноприводный автомобиль. Точность цифр по багажнику нету. Примерно 500 литров. В сложном и 1000 разложенном. Как сказал менеджер. На самом деле вот на этот стенд я пришел не ради Neji. Мне она не нравится. А мне нравится вон та машина. Ты посмотри. Да не это, Антоха, не это. Опять же ты не то снимаешь. Вот эта машина, вот эта. Вот, посмотри. Neji S. Это концепт-кар. Сейчас пока еще концепт-кар. В следующем году они его выпустят. А при покупке этого суперкара вы получаете в подарок мини суперкар. Но это не точно. Запас хода тысячи километров на одной зарядке. Круто. В принципе как у Nio Yeti 7, до которой мы с тобой добраться не можем, Антон. Уже рекламируют ее. Смотри. То есть в принципе до следующего года осталось полгода. Скоро выйдет. Технических данных на нее пока нету. Мы не знаем сколько чего держат в секрете. Но скоро будет. Так, ну что, друзья мои. На этом со стендом Neji мы прощаемся. И переходим к следующему стенду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова make아стрина